Руководитель лаборатории профессиональной подготовки спортсменов Василий Волков Известный в стране тренер по физической подготовке Василий Волков Ему доверили свой тренировочный процесс именитые боксеры Сегодня полезные советы слушают и самосовершенствуются рукопашники Рады приветствовать Василий Расскажите пожалуйста как проходила подготовка вашего подопечного Алексея Назарова к настоящему поединку против Таранца Уильямса Ну надо сказать очень важную деталь Для проявления выносливости, как бы это ни звучало интересно Обязательный уровень силы То есть для проявления выносливости обязательно иметь определенный уровень силы Василий Волков спортивный физиолог, а также тренер по общей физической подготовке К процессу тренировок боксера подходит с научной точки зрения Уже не первый раз принимает участие в сборах Дмитрия Кудряшова Василий здесь не просто так, не просто пришел с компьютером Я думаю, что наука в спорте Сейчас это не так развито, но через какое-то время это будет определяющим фактором Потому что, скажем, техническая составляющая, тактическая Она вся накладывается на физическое состояние боксера То есть насколько ты силен, насколько ты дышишь Это во многом определяет, сможешь ты победить или нет Руководитель лаборатории физической подготовки спортсменов Василий Волков Привет друзья, вас приветствует группа Royal Trade Мы находимся на гребном канале в Крылатском У нас сегодня в гостях Василий Волков Этот человек на самом деле очень заменит в спортивной среде Он являлся тренером Григория Дрозда Если кто-то следит, например, за боксом профессиональным Значит, поскольку мы являемся направлением у нас гребля Мы зададим несколько вопросов Василию У нас будет видео состоять из нескольких частей Надеюсь, он нам все подробно расскажет И те вопросы, которые, возможно, у вас были и вскрывались Он на них ответит Спасибо, Василий, что ты пришел к нам на гребной канал Очень приятно, я очень тебя рад видеть на самом деле Потому что мы с Василием познакомились давно Это было на конференции в свое время, на научной Мы с ним два раза в жизни виделись Вот сейчас он третий И очень рад, что в хороших условиях И очень приятно, что Василий к нам приехал И повезло мне, что его застал Потому что я потом ссылочку на инстаграм сброшу Он постоянно находится в движении, на семинарах Сейчас Василий все расскажет о себе Василий, расскажи, пожалуйста Просто публика не знает, как бы о тебе ничего Да, наша Грибцовская Вот, чем вот ты занимаешься вообще? Всем привет Привет, Роман, еще раз Спасибо за приглашение Всегда приятно с позитивными людьми С заинтересованными людьми пообщаться Которые профессиональные в своем деле Напомните еще одну нашу встречу Мы с тобой, по-моему, встречались на чемпионате по силе удара Точно, да Мы встречаемся исключительно на научно-практических конференциях И на чемпионате Москвы по силе удара Вот такие у нас увлечения Бьющие ученые Как меня называют мои подопечные из единоборств Вот, в общем, ну, область моих интересов Я сам вообще тренер Как бы свою первую персональную тренировку провел где-то в 99-м году После завершения спортивной карьеры сам штангист Вот, подмастера спорта поднимал Закончил КЦАЛИВК Вот, Институт физкультуры на кафедре тяжелоатлетики Вот, закончил у Скотникова Виталия Федоровича Известного специалиста по тяжелоатлетике в городе, да и в стране Вот, соответственно, устроился тренером фитнес-клуб И там поработал в фитнесе где-то получается лет 12-13 И последние лет 5-6 работаю в профессиональном спорте И, как я уже начал говорить, область моих интересов Это физическая подготовка Вот, в 2007 году я поступил в аспирантуру И попросился в ученики к профессору Виктору Николаевичу Силуяну Тогда он уже находился в стадии перехода Из КЦАЛИВКа, нашего центрального университета В МФТИ, где работал вот до последнего времени Ну, к сожалению, этим летом он от нас ушел Скоропостижно Но из-за той проблемы, о которой, в принципе, знал Но немножечко, так скажем, по вот этим профессорским и мужским делам Оттягивал ее решение То есть вот это вот сердце, о котором он нам на лекциях говорил Перегруженное так называемыми форсированными тренировками У меня сердце испорчено, она дает аритмию Чтобы ее исправить, пришлось придумывать вместо врачей самому метод тренировки Давал о себе знать на протяжении последних 30 лет его жизни И вот этим летом оно остановилось, к сожалению Я, честно, обескуражен Я не знаю, что ждет дальше Его направление, которое он создал Называется спортивная адаптология Потому что так, как он мыслил Я это неоднократно в интервью говорил Я не видел, чтобы кто-то из специалистов так смело И прогрессивно, и системно, и философски мыслил именно в спорте Вот, собственно, соответственно Отвлекся, я пошел к нему в аспирантуру И пошел в аспирантуру заочную Поэтому виделись мы, к сожалению, к моему, относительно редко Где-то, например, я полгода работал самостоятельно Копил вопросы, писал Договаривался о встрече Приезжал с этими вопросами Виктор Николаевич уделял мне 2-3 часа Мы пили чай, обсуждали Он мне давал задания, и я уехал Ну и на основании моего интереса к спортивной науке Его неоценимой помощи У меня получилось сначала в рамках одного фитнес-клуба Открыть маленький кабинет функциональной диагностики Где мы пытались с фитнес-контингентом, с фитнес-клиентами Управлять их тренировочным процессом То есть купили с моим другом и партнером По вот этой тренерской деятельности Александр Борисович Мирошников Сейчас известным биологом Да, я на его канал тоже подписываю Да, ему потом отдельно посвятим пару предложений Так что, Сань, поставь лайк, не забудь Вот, соответственно, покупали весы за свои деньги Сантиметровую ленту, калипер Что там еще, ростомер И пытались, ну, из-за, так скажем, простейших Как бы с помощью простейших приборов Оценивать динамику фитнес-клиентов Кто худеет, кто здоровеет, кто становится мощнее Там и прочее, прочее, прочее Вот, ну и параллельно продолжая учиться У Виктора Николаевича Силанова, студируя его труды Ну и, прочитав, там, в девятый раз Его известный труд Локальная мышечная выносность Циклических видов спорта Я понял, что, ну, все же очень стройно, логично И обоснованно И поэтому я, как бы, пошел на риск И решил попробовать открыть лабораторию Свою маленькую-маленькую лабораторию И добавить, как бы, к своим фитнес-клиентам Предложить некую помощь По крайней мере, там, на своем какого-то уровне И профессионалам То есть, тестирование Так скажем, мы создали более профессиональное Закупили оборудование Ну и тренингский опыт какой-никакой был Плюс я продолжал учиться И, как бы, мы организовали лабораторию Которую назвали лабораторией физической подготовки Фантазии намного не хватило Вот, ну и, соответственно, начали потихонечку работать Это 2009 год Вот, эта лаборатория Располагалась в Балашихе В СК Балашихе Сейчас теннисный клуб Вот, там надо поблагодарить этих людей Они пошли навстречу Но, так как это бизнес Частный бизнес Мы защищали бизнес-план со своими коллегами Мы рассчитывали, сколько придет спортсменов Кто это будет Сколько будет стоить тестирование состава тела Например, там, определение силы Определение выносливости Вот, по методике Виктора Николаевича Силуянова Мы сделали эту лабораторию Набрали минимальный набор Ну и оттуда началась, так скажем, наша деятельность В сфере функциональной диагностики Ну и дальше я, как бы, менял работы Меня приглашали в одни проекты Потом, так скажем, мы расставались Приглашали в другие Ну и так далее Ну и, в общем, сейчас, так скажем Я имею, так скажем, одно из направлений своей профессии Это тестирование работоспособности В профессиональном спорте В принципе, спортсменов любых специализаций Ну и так как, опять же, благодаря Виктору Николаевичу И его подходу Не получается отдельно действовать Только в тестировании И только в тренировочном процессе Потому что, на наш взгляд, это плотно очень связанные вещи Это две стороны одной медали Соответственно, я продолжаю действовать Как тренер по физической подготовке И как специалист по диагностике Исключительно, прежде всего, для себя Я тестирую своих подопечных Ну и, как бы, более-менее, опять же Мы освоили эту методику и технологию Мы оказываем, как бы, партнерские услуги И с точки зрения оценки работоспособности Различных спортсменов Вплоть до клубов КХЛ Недавно вот мне там Повезло, я участвовал в тестировании Трех больших основных составов клуба КХЛ Я видел тебя в инстаграме, там очень много людей Это надо поблагодарить Игоря Борисовича Медведева И его центр Международный центр охраны здоровья За приглашение То есть, вот он нам доверил Заслуженный врач Российской Федерации Профессор, доктор медицинских наук Основатель Международного центра охраны здоровья И центра глазной хирургии Член европейских и американских Автальмологических обществ Вице-президент КХЛ по спортивной медицине Возглавляет фонд помощи слепым и слабовидящим Фонд помощи студентам, медикам и молодым врачам Оценку хоккеистов КХЛ Опять же, оценивали мы исключительно по силуяновским наработкам Ну и еще там, я так могу долго рассказывать, сидеть Потому что люди уже, наверное, пошли чай наливать Из такого интересного, что можно ответить Лет 6 я нахожусь на позиции тренера по физической подготовке Чемпиона мира по профессиональному боксу WBC Григория Дрозда Вот, сейчас он находится в вынужденной паузе из-за травмы И года 3 я сотрудничаю с Дмитрием Кудряшовым Известным нашим богатырем с Донской земли Чемпионом WBC Silver Вот, тоже Дима сейчас, ну, где-то удачно, где-то не очень удачно выступает Но он настоящий воин, поэтому мы не сдаемся, мы будем продолжать И от себя, от спортивной науки по максимуму стараемся в его процессе помогать Вот, некоторое время я участвовал в комплексной научной группе хоккейного клуба «Динамо Москва» До недавних там всем известных перемен Вот, что еще интересно Ну и на сегодняшний момент я являюсь, так скажем, консультантом по физической подготовке Ряда бойцов и бойцовских клубов по смешанным единоборствам Один из таких известных, с кем я очень плотно сотрудничаю, это клуб «Стрела» Его бойцами являются Александр Волков, Михаил Заяц, Эдуард Вартанян Я, кстати, смотрел на инстаграм, что у тебя много, на самом деле, таких, получается, не конференций, да, а тренингов Это, получается, семинаров, которым ты, то есть, преподаешь и рассказываешь, как им необходимо развиваться То есть, и какие-то свои вопросы, да, то есть, решать, то есть, по выносливости в основном Это, да, потому что самое, что это и есть, наверное, у всех вопрос, да, как меньше уставать Да, да, да Это самый основной вопрос Да? На который никто не может ответить, которым всем интересно Потому что, ну, моя практика, как бы, работы с этими специализациями, но она, на мой взгляд, тоже такая относительно сложная Потому что они должны быть сильные и в то же время вообще не уставать На мой взгляд, как тренера и, там, человека, пытающего заниматься работоспособностью Очень легко тренировать какую-то одну кондицию То есть, например, с силовиками, со штангистами, ну, у тебя голова не болит о каком-то анаэробном пороге и прочее, да, да, вот Или взять какие-то длинные циклические дисциплины на выносливость Где, в принципе, сила твоего удара или броска прогибом или удара ногой особо никого не интересует Разборки все на финише спустя, там, несколько часов А у меня, что вот в хоккее, футболе, что в единоборствах, ну, действительно сильная проблема То есть, и вот мы как бы пытаемся, я говорю, опять же, ну, неоценимый вклад в наше понимание организации тренировочного процесса Снова, обращаясь к адаптологии, внес Виктор Николаевич к силуяну Как раз у меня Снова, обращаясь к адаптологии, внес Виктор Николаевич к силуяну Снова, обращаясь к адаптологии, внес Виктор Николаевич к силуяну